Парамедик-художник Серджио Цопа в свободное время рисует картины в своем авторском стиле. Творение он дарит знакомым и друзьям. По словам медицинского ассистента, творчество помогает ему абстрагироваться от напряженной работы и сохранять душевное равновесие. Елена Держанская поговорила с медицинским работником, чтобы понять, как в нем уживаются два таких разных человека. 30-летний Серджио Цопа с детства мечтал стать врачом. Желание спасать людей привело его в Национальный колледж медицины и фармакологии. Именно там во время практики будущий парамедик понял, работа в скорой помощи – мечта всей его жизни. Почему мне нравится работать на скорой? Потому что вместе с командой мы те, кто оказываем первую медицинскую помощь, и мы спасаем жизни. И еще мы все время в движении. Это адреналин. Это здорово. Третий год подряд доктор Цопа спасает жизни взрослых и детей в самых страшных ситуациях. О некоторых из них он вспоминает в буквальном смысле слова – с дрожью в голосе. В прошлом году был случай на озере Гедегич. Один из рыбаков провалился сквозь лед и утонул. Спасателям удалось достать его. Мы же, в свою очередь, реанимировали человека. Помню, как водитель несся на всех парах в больницу. И знаете, первое, что произнес этот человек, когда вышел из состояния комы – мама. Его работа, как и сотен друзей врачей, стала еще сложнее и опаснее с появлением ковида. К сожалению, защитить себя от опасного вируса ему не удалось. Однако, благодаря своевременной диагностике и лечению, Серджи выздоровел. Несколько недель болезни стали испытанием на прочность. Пришлось на время отказаться от главного хобби последних нескольких лет – живописи. Целый год я держался, и все было хорошо, но в конце концов заболел. И мне болеть сдалось достаточно тяжело. Меня спасла вера в то, что все закончится хорошо, и вера в собственные силы. А если честно, мне тогда было так плохо, что я даже не мог брать в руки кисточку. Не то, что полноценно рисовать. Я иду на цех, а это только за один час, и я буду рассказывать. В период по-друге, по-друге, мы, по-друге, не имеем силы, и не имеем силы, и я буду рассказывать. Как же в одном человеке врач и художник? Достаточно понаблюдать хотя бы несколько минут, с каким вовлечением Серджио выводит каждую линию на белоснежном бумажном листе. Кстати, он самоучка, изобрел свой авторский стиль – смесь сюрреализма, кубизма, минимализма и нуара. Знаете, в чем парадокс? Как врачи, мы помогаем тем, кто плачет. Наша задача – спасти человека, чтобы он плакал не от боли, а от счастья. В искусстве все же наоборот. Если человек плачет, значит, это хорошо. Значит, он прочувствовал картину как надо. Одна из картин Сергея, к примеру, теперь украшает коллекцию телеведущего одного из самых популярных телешоу на телеканале Прайм Уруата Норокулой – Дана Негру. Мне пришлось тотально погрузиться в личность героя. Я долго изучал его, пытался понять, чем он живет, что переживает и что ему нравится. В итоге мне это удалось. Помню момент, когда я вручил картину Дану. Он был так поражен, я даже не ожидал, это было здорово. В планах врача-художника организовать персональную выставку работ. Но пока мы монтировали этот сюжет, работа Серджио попала на выставку, организованную в здании госрезиденции президентом страны Майей Санду.